Музыка Кого вы выбрали лицом вашего бренда? Лицом нашего бренда является мужчина по фамилии Гагик Геворкян Расскажите поподробнее о своей коллекции ювелирной Коллекций у нас много Сейчас уже на готове 22 коллекции Они разные по тематике, по красоте, по камням, по исполнению Создавая коллекции мы учитываем еще национальные особенности россиян Юг, север, дальний восток и так далее Потому что в разных регионах разные предпочтения на ювелирные украшения Мы все эти факторы учитываем И конечно безусловно мы учитываем моду И сами же создаем иногда эту моду Есть ли у вас мысли по поводу того, чтобы поднять Fashion Week на международный уровень? Вы знаете, у нас Fashion Week и так называется международным Потому что к нам очень много иностранцев приходит Если посмотреть за 14 сезонов Сколько иностранцев было Их было, наверное, сотни Если не меньше Поэтому это и есть международный Тем более мы Fashion Week еще проводим в Ереване А Ереван это тоже отдельное государство Так что это международный конкурс Международная неделя моды А есть ли у вас любимые дизайнеры? Да, у меня есть любимые дизайнеры Есть дизайнеры, которых я очень уважаю Это прежде всего Вячеслав Михайлович Зайцев Который я очень уважаю Очень ценю Дорожу дружбой с ним Потому что наша дружба уже больше 10 лет Между прочим Да, и раньше я делал коллекции И просил его демонстрировать на одежде Ну, на своих моделях Постепенно это превратилось как раз в неделю моды Благодаря него Вот смотрите Эстет – роскошное место для проведения мероприятий Планируется ли в ближайшее время что-нибудь? Да, безусловно Здесь проходят не только такие роскошные показы Но и проходят очень много тематических, учебных, познавательных мероприятий Вот послезавтра у нас начинаются тренинги по маркетингу Три дня подряд По тысяче человек в зале Ничего себе Мы обязательно придем И мы вам желаем дальнейших успехов творческих И продвижения вам только вперед Спасибо огромное Я тоже желаю Значит, вам, чтобы вы тоже были успешны И всегда достойно оценили Ту работу, которую мы в конечном итоге делаем И для вас в том числе Спасибо Расскажите, как посещаемость в этом сезоне? В этом сезоне, как всегда, такая посещаемость ожидаемая Есть предсказуемые какие-то рейтинговые дни Есть такие более спокойные дни в середине недели Но в целом с каждым годом публика все прибавляется и прибавляется И радостно то, что она становится новой Новый Это не только партнеры и многочисленные гости ювелирного дома эстет Но и московская светская публика И люди, интересующиеся модой в самом широком смысле Очень много творческих людей приходит Это и художники, и модельеры начинающие Или даже такие потенциальные, которые только присматриваются Конечно же, очень много моделей Ну или девушек, которым хотелось бы стать моделями Которые видят в себе модельные данные, так скажем Вот, поэтому у меня очень интересная, очень живая публика А расскажите, какие ювелирные украшения вы предпочитаете? Я в этом Может быть часы Наверное, консервативен Я скорее предпочитаю украшения с какой-то энергетической символикой, я бы так сказал С энергетической символикой Потому что украшения, в которых есть камни Камни и металлы Это, на самом деле, если разобраться, очень такие В общем-то, магнетические субстанции Не случайно средневековая алхимия Вот она как раз и занималась Главный предмет был Поиск философского камня Это, как из любого металла, добыть, как известно, золото Причем это был не только такой химический процесс, а это был метафизический процесс Поэтому это все взаимосвязано А как вы относитесь к здоровому образу жизни? С уважением Вы занимаетесь каким-то спортом? Расскажите поподробнее Я занимаюсь, ну, может быть, не так часто, как хотелось бы Но, тем не менее Китайской гимнастикой Это же и боевое искусство Тайцзи Цзуань Ух ты, оригинально А есть ли у вас любимые модели? Есть Что вы можете сказать в целом О мероприятии, которое прошло Недели моды в Москве Чем вам оно запомнилось больше всего? Ну, вы знаете Вот о чем я хотел сказать Что подчас Публика, приходящая на такие показы Забывает Ведь, понимаете, вот показ, он длится всего 20 минут 20-15 минут И люди смотрят, получают какое-то мимолетное впечатление И кажется, ну, это что там, вышел на подиум Что-то такое показал И многие забывают, что ведь Показ такой Он готовится полгода Несколько месяцев Это труд колоссального числа людей Это не просто труд А это еще и определенные муки творчества Это подбор тканей Подбор фактуры Это какой-то полет фантазии Сомнения И кроме этого Это Классальный процесс Организационный Потому что Собрать вместе Людей, которые Отошьют эту коллекцию Модели, которые эту коллекцию покажут Подобрать музыку Организовать всю эту инфраструктуру Это тяжелейший труд Очень кропотливый И самое главное, как я сказал С задействованием Очень многих-многих Специалистов разноплановых А многие ведь Они приехали Из других городов И даже стран Нам очень это приятно Что у нас география Постоянно расширяется Вот И то, что вот как раз Стэдфэшнвик Собирается людей Занятых модой Со всех уголков России И за ее пределами Ну мы вам желаем удачи Дальнейшего продвижения Вперед И творческих успехов Спасибо Удачи вашему телеканалу Спасибо Дорогие друзья Неспроста вы остались здесь На сцене Потому что Вас еще ждут Моле призов и подарков Лично сейчас От партнеров От компании Вижн Всем победителям Подарки И заслуженная награда Точное сотрудничество Кантас За креативную работу Смехом Ольга Буланова И конечно же Наши члены жюри Тот модель Тереведущая Ирина Дмитракова Президент независимого Конкурса Оперного искусства Ирина Величко Блега Звистак Сергей Зверин Вице-президент Национальной ассоциации Издателей Игорь Деденко Трудователь Пешковной фэшной журналистики Главный редактор портала Ирина Каримова Главный редактор информационного Оргенства интермедиа Евгений Исофролов Миниральный директор Часовой компании Бротайм Рус Михаил Каспаров Владелец сети Энджин Саланс Марина Гаврилова Комитет недели воды Ирина Суханова Владимир Преображенский И Кристина Белова Вакуум Григориан Гаги Бургенович Геноркян И ведущий Стэп Файшер Алексеем Сезалоподряд Борис Черкасов С большой надеждой Хочется сказать Что мы с вами Увидимся В следующем сезоне Стэп Фэшерн Вик Который будет Пятнадцатым Субтитры сделал DimaTorzok